В Нью-Йорке будут судить троих человек, которых подозревают в незаконной деятельности на территории США по указанию коммунистических властей Китая. Это очередное дело в рамках целой кампании американских прокуроров, которая призвана остановить запугивание диссидентов и лиц, скрывающихся от китайского судебного преследования за границей. Прокуратура Бруклина выдвинула обвинения против Майкла Макмахона, Чжена Цунина и Чжу Юна. Предполагается, что они оказывали давление на жителя Нью-Джерси, чтобы тот вернулся в Китай. Это часть глобальной кампании репатриации, которую проводят китайские правоохранительные органы. Она известна как «Охота на лис». Прокуроры говорят, что Чжу и Чжен в 2016 году наняли частного детектива и бывшего полицейского Макмахона для наблюдения за гражданином Китая из Нью-Джерси, который проживает в США с 2010 года. В 2018 году на входной двери они оставили ему записку с надписью «Если вы готовы вернуться на материк и провести 10 лет в тюрьме, ваша жена и дети будут в безопасности». Все трое обвинения отрицают. Так Макмахон утверждает, что его наняли, чтобы помочь китайской строительной компании возместить убытки. А адвокаты Чжу и Чжена заявили, что их подзащитные искали людей для взыскания частного долга и что их деятельности не курировали власти КНР. Это не единственное подобное дело, которое открыли прокуроры. Одно из них касается двух жителей Нью-Йорка, которых обвинили в управлении подпольным китайским полицейским участком. Он также занимался преследованием диссидентов и представителей групп, которые подвергаются гонениям в коммунистическом Китае. Малазийский альпинист чудом выжил благодаря тому, что непальский проводник спас его на Эвересте. Шерпа по имени Гелье сопровождал китайского туриста на вершину горы. На высоте 8500 метров он заметил малазийца. Тот дрожал от холода и не мог двигаться, лишь держался за верёвку. Альпиниста называют это место «зоной смерти». Температура там может опускаться до минус 30 градусов и ниже. Гелье уговорил своего китайского клиента прекратить восхождение. «Деньги можно заработать в любое время. А если оставить человека в таком состоянии, он мог бы умереть. Мы спасли ему жизнь, покинув вершину». Шерпа завернул малазийца в спальный мат и понёс вниз. «Мне потребовалось 5 или 6 часов, чтобы спуститься с высоты 8500 метров на высоту 7900 метров. Было очень трудно». Когда Гелье добрался до лагеря 4, к нему присоединился ещё один проводник – Нима Тахи. Сменяя друг друга, они понесли альпиниста в лагерь 3. «В местах, где были в основном камни, мы не могли его тащить. Нам приходилось нести его на спине, прилагая много сил». Из лагеря 3, который находится на высоте 7162 метра, малазийца забрал вертолёт. Позже альпиниста отправили в Малайзию. Его имя не раскрывается. Сотрудник департамента туризма Непала сказал, что проведённая операция очень редкая. Спасти альпиниста на такой высоте почти невозможно. Этой весной власти Непала выдали рекордные 478 разрешений на восхождение на Эверест. За это время погибли 12 альпинистов. Это самое большое число жертв за один сезон в последние 8 лет. Ещё пятеро человек пропали без вести. Эту сокровищницу викингов обнаружили в Северной Ютландии. Клад содержит почти 300 серебряных монет и разрезанных серебряных украшений. Археологи считают, что их, вероятно, использовали в качестве платёжного средства. «Это крайне редкая находка. Я работаю в этой части страны почти всю жизнь, и я видел такое лишь однажды. Тогда это был маленький клад. Так что это очень редкая и уникальная находка». Клад был разделён на две части, которые находились в 50 метрах друг от друга. Их нашли на фермерском поле во время вспашки. Коллекция датских монет очень интересна для археологов. Она проливает свет на период правления короля Харальда I Синезубова во второй половине X века. Он был одним из последних правителей викингов, которому принадлежали территории современной Дании, Северной Германии и некоторых частей Швеции и Норвегии. По всему своему королевству он распространил христианство. Шведский телекоммуникационный гигант Эриксон назвал свою беспроводную технологию Bluetooth именно в честь Харальда. Так он отдал дань уважения тому, что тот при жизни объединил большую часть Скандинавии. На одной стороне некоторых монет изображён христианский крест. Вероятно, так Харальд хотел распространить христианское послание. «Это показывает нам, что он действительно делал это разными способами. Мы знали это по руническим камням. Но теперь мы видим, что он делал это и с помощью монет». Монеты были в обращении несколько десятилетий, пока Харальд не проиграл борьбу за власть своему сыну. Умер он в Польше. Находку сделали в 8 километрах от остатков кольцевого замка викингов X века. Всего в Дании обнаружены следы нескольких таких крепостей. «Нет сомнений в том, что люди, которые закопали это серебро, были каким-то образом связаны с крепостью викингов». Ни один из пяти датских кольцевых замков короля Харальда не сохранился до сегодняшних дней. Но земляной вал отмечает место, где крепостная стена окружала длинные деревянные дома. Дания надеется, что эти места включат в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Между тем археологи уже планируют в этом районе новые раскопки. А в июле некоторые их находки выставят в музее. Женитьба иорданского наследного принца Хусейна Ибн Абдаллы на Раджве Аль-Саиф вызвала большой интерес к королевской моде. Как ожидается, невеста наденет платье в традиционном стиле. «Иорданское платье отличается своими геометрическими узорами. Они обычно зависят от регионов. У нас есть север, юг и середина пустыня. Стежки, соответственно, различаются. Некоторые могут быть синими, красными, зелёными». Наряды королевы Иордании ранее всегда были в центре внимания с момента её свадьбы в 1993 году. Она ещё раз поразила всех своим выбором на так называемую ночь Хны в Амани в честь будущей невестки. Это обряд прощания с родным домом перед свадьбой. Королева была одета в традиционное синее платье от ливанского дизайнера Саида Кабейси. Тем временем невеста Аль-Саиф надела белое шёлковое платье, украшенное золотым бисером. Его создала саудовский дизайнер Ханайда Серафи. Платье было вдохновлено традиционной одеждой одного из регионов Саудовской Аравии и украшено звёздами и мечами. «Во время ночи Хны мы всегда надеваем тауб – длинное традиционное платье. Здесь мы можем увидеть наряд королевы. Он был особенным, очень красивым. Мисс Раджва была одета в золотое и белое с особыми эмблемами. Дизайнер добавил иорданскую звезду, а также мечи с саудовского флага». Спрос на традиционные наряды в преддверии королевской свадьбы значительно вырос. «Это тауб – невеста. Его женщины надевают, когда готовятся к свадьбе. Его можно надеть на ночь Хны или на официальное предложение. У этого тауба много деталей. Он украшен цветами жасмина. На нём много цветов». Пара объявила о помолвке в августе прошлого года. 28-летний Хусейн – старший сын короля Абдаллы II и его супруги ранее. Дым от лесных пожаров в Канаде уже видят и в американском штате Массачусетс. Например, здесь, в городе Стоутон, на востоке штата, горизонт в густом дыму. Канада борется с пожарами уже несколько недель. Они полыхают сразу в нескольких частях страны. На этой неделе сильно страдает провинция Новая Шотландия. Здесь низкая влажность и сильные ветры. Они раздувают огонь. Крупнейший пожар в Новой Шотландии получил название Танталонский. Со вторника на среду его площадь увеличилась ещё на 50 гектаров. Сейчас огнём охвачено почти 850 гектаров территории. Пострадал город Галифакс. Здесь пламя повредило около 200 домов и построек. 18 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Сообщение о погибших не поступало. Как ожидается, дым от этого пожара приведёт к ухудшению качества воздуха в радиусе нескольких сотен километров, в том числе на восточном побережье и среднем западе США. Как сообщило Американское национальное метеобюро, предупреждение о высокой концентрации вредных частиц в воздухе выпустили для Мичигана, Огайо, Пенсильвании, Нью-Джерси и Нью-Йорка. Этот дедушка недавно отпраздновал свой 119-й день рождения. Он самый старый мужчина в Тунисе. Хусейн Аль-Мисауи живёт в регионе Касарин. Его возраст подтверждают свидетельства о рождении и удостоверении личности. Последние 8 лет за здоровьем Хусейна наблюдает врач из дома престарелых. Говорит, что у дедушки нет хронических болезней. У него лишь стал хуже слух и иногда болят суставы. Также изредка повышается кровяное давление. Тогда он просто принимает лекарства и всё проходит. «Такое состояние здоровья обычно бывает у людей 50-60 лет. Но в целом он чувствует себя отлично». Сам Хусейн всё же немного жалуется на возраст. «Полтора месяца назад мне стало труднее ходить. Но жена по-прежнему в добром здравии. Она помогает мне передвигаться». Хусейн женился поздно. У него девять детей и 40 внуков. Так что он постоянно окружён любовью и заботой. Дедушка живёт в обедшалом доме и питается очень просто. «Мой отец жил в колониальную эпоху и продолжает жить так же, как в те времена. Даже сейчас он ест только кускус с оливковым маслом». Согласно Книге рекордов Гиннесса, самым старым человеком в мире официально считается испанка Мария Браньяс-Марера. Ей больше 116 лет. Она живёт в доме престарелых в испанском городе Алот. Эти калифорнийцы учатся бороться с огнём с помощью огня. Такие небольшие контролируемые возгорания в пожарной службе штата считают жизненно важным инструментом для снижения риска лесных пожаров. Идея в том, чтобы путём упреждающего сжигания сухого древесного мусора местные жители могли предотвращать неконтролируемые бедствия. «Наш пожар проходит хорошо. Огонь ведёт себя отлично». В последние годы природные пожары в Калифорнии были рекордными по силе и охвату. Штат годами страдает от засухи и в нём действовал запрет на разжигание костров. В результате леса заросли. Сьюзи Кочер основала Ассоциацию контролируемых пожаров два года назад. Теперь обучает владельцев земельных участков тому, как контролируемо и безопасно сжигать сушняк. «У людей врождённый страх перед огнём, потому что он был врагом, который уничтожал общины и продолжает это делать. Но если делать это в нужное время и по своим правилам, огонь может стать вам другом. И вместо того, чтобы уничтожить лес, он может его спасти. Поэтому мы пытаемся показать людям, как это сделать. И это действительно мощно». У семьи Сары Фишбах – 180 гектаров лесных угодий в округе Эльдорадо. Там растут хвойные деревья и дубы. Лес давно не чистили. Теперь женщина обретает нужные знания. «Мы не поджигали сухой слой, наверное, 10-15 лет, учитывая опасность масштабных пожаров. Мы боялись это делать и понятия не имели, как делать это безопасно». Власти Калифорнии подтверждают, что территориям штата необходима хорошая чистка. В прошлом году они огласили план, согласно которому путём контролируемого огня будут чистить около 160 тысяч гектаров леса в год. Местные жители готовы помогать. «Калифорния не может не гореть. И мы так долго подавляли пожары, что скопилось чрезвычайно много топлива. Как частные землевладельцы, мы можем позаботиться о собственных участках, чтобы избавиться от этих сухих деревьев, как механически, так и с помощью контролируемого огня. Так наши территории станут безопаснее». Старинная монастырская аптека, застывшая во времени. Её воссоздали в музее Ватикана. На полках стоят сосуды из итальянской майолики. Им уже по 400 лет. Их делали специально для аптек. Называются альбарелла. Аптекарскую лавку содержали монахини из римского монастыря Санта Чичилия Интрастевери. В сосудах сохранились травы и мази. «Несомненно, набор аптекарских сосудов из майолики – один из самых интересных. Вы видите его у меня за спиной. Сосуды украшены росписью кобальтово-синего цвета. На лицевой стороне есть надписи с названиями лекарств». Аптека была основана примерно в начале 17 века. В то время монастырю принадлежали рыбные пруды и зерновые мельницы на тибре, печи для обжига керамики, сады и пахотные земли. Монахини делали лекарства из растений и других разных ингредиентов. Лавка обслуживала 60 монахинь, а также около 200 мирян, которые работали при монастыре. Позже монахини переехали, и аптека закрылась. Вся мебель, сосуды, лекарства, а также инструменты для их приготовления остались в прежнем помещении. В 1936 году всё передали Ватиканской апостольской библиотеке, а в 1999 – Музею Ватикана. Благодаря этому уникальная коллекция сохранилась в целости. В музее также открылся зал керамики. Здесь впервые полностью представлена коллекция средневековых и современных керамических изделий, принадлежащих Ватикану. «Позади меня – одна из самых впечатляющих коллекций посуды и керамики эпохи Возрождения. Но в целом здесь представлено намного больше. Экспозиция отражает различные аспекты жизни итальянского общества на протяжении десяти столетий». В экспозицию также входят предметы, найденные при раскопках на площади Святого Петра. Кроме того, здесь представлены фрагменты пола из лоджи Рафаэля. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok